Здравствуйте! Сегодня суперсадовник для канала Сады и Цветы снимет маленький рассказ о прекрасном саде Централ Парк, который взял золото в номинации Большой Сад на выставке, фестивале Сады и Люди. Мы гордимся, мы удивляемся себе и гордимся. Как же ему удалось придумать такую красоту и что вообще означает это все? Полосатая, разноцветная, красивая, как родом из детства. Здравствуйте! Здравствуйте! Поиск формулы радости, формулы счастья. Это сад создан для больших детей, чтобы мы иногда ощущали себя теми маленькими детьми, радостными, без всяких проблем, с большим удовольствием, смотрящих в мир. Основой является карусель. Это настоящая конструкция из парка аттракционов. Она была основой, вокруг которой предполагался обзор круговой сада. Для того, чтобы почувствовать себя, дополнительно усилить эффект детства, хотя это, конечно, для взрослых, абсолютно для взрослых сад, мы поставили такие антуражи городков. И они ночью очень красиво, вот если с противоположной стороны сада смотреть, то окошки светятся, там подставлена подсветка Миша Маркина. Вот. И, конечно же, этот рост города, он нас немножечко самих занижает на пару голов. Вот. Потому что мы, когда сажаем сюда кататься людей, знаете, они приходят такие серьёзные, такие скованные люди, времени простой, работа. Напряжённость такая. Вот. Они совершенно с другим лицом возвращаются обратно, когда круг проходит. Они все улыбаются. Вот, собственно, вот для этого радость действительно ощутить. У нас не было других задач, на самом деле. Ну, понятно, что философия, но она для каждого своя. Ну, просто хотелось, вот, чтобы это сам был про радость. Вот. И цвет, цветовая палитра настила такая же. Очень. Потому что это 70-80-е годы, когда мы росли. И секретики вот эти трансформированные в такое декоративное состояние. Да, мы такие секретики делали все, кто ждён был. А наши дети уже не знают. Мы вот, смотри, на рассказывали, когда тут это делали своим же детям. Не удивляются, что игрушек не было дома. А расскажите, пожалуйста, про примечательное растение в вашем саду. Вот для тех, кто захочет какой-то, может быть, там, что-то слезнуть, какую-то идею. Что вас в этом году порадует? Ну, вот, знаете, мы, во-первых, клён татарский внедрили в Генала. Вот. И, собственно, весь кустарник, все, вот, вся живая изгородь – это клён Генала просто в разных формах. Вот. Потому что, вот, если себе представить этот сад, конкретно этот сад осенью, то он был бы просто красный, погрянный. То есть, вот, мне казалось, что, ну, вдруг, вдруг дотянет, вдруг будет сухо, и что-то такое. Ну, ничего страшного. Вот. Ну, наверное, на Гелениуме очень много тоже таких ощущений. Сейчас пришёл Денис Баташев, говорит, что же меня никто не покупает. Я, говорит, так его люблю. Ну, правда, безумно. Сейчас же очередь из него здесь. Вот. Пасконник белый. То есть, как бы, мы с этим сортом не работали, честно, и не работали в декоративном пространстве. Я имею в виду, там, в клумбах еще с ревенём. Ну, чем он вообще плохо-то, в общем-то, такой архитектурный тип. А как вы рискнули его на передний план, или это просто такая фантазия? Это была идея, потому что широколиственные растения нужны были домики, окошки. И вот эти вот широкие листья, они же усиливают нашу вот, да, лилипутство. Лилипутство. Лилипутство, какие-то знаковые. То есть, ревень, он же очень знаковое растение для всех. Оно вроде бы известно, но в то же время забытое. Что-то засад такое, если там нечего съесть. Да. Земля должна родить, как говорит у меня один клиент. Поэтому вот здесь у нас как раз и использована ревень. Он же восхитительный. Да, это правда. А он приехал к нам сюда, вот сейчас просто отпали листья. Он приехал с красными листьями. То есть, это просто, ну это прям буквально было, я не знаю, неделя. Но эта неделя была счастьем. Мы к этому ревеню все время подходили. Да, и только не трогайте эти граждане. Мы говорим, только, да, вот держите, аккуратно переносим, переносим. Ну вот именно красные листья не дожили до самого. Ну, напоследок, еще, чтобы вас уже долго не мучить, ну, естественно, дорожаю всеобщее восхищение. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вам самим, что ближе, арифметика или Шекспир? Ну, поскольку мы работаем с арифметикой, да? Вообще, как бы творческий пасыль. Создавали для арифметики сада, но уже несколько раз нам говорили, вы знаете, вот для сон, это прям сон лет и ночью. Нам просто отсыл. Он же у каждого сгонит. Так сложилось, что мы совпали под две темы, но участвовали мы как арифметика сада. У нас именно поиск формул. Мы просто в ней жили, мы просто в ней жили вот два года практически в этой теме. Вот мы ждали этого года, что получится, все состоится. Поэтому, наверное, это мы все-таки в формуле, в радости. Нет, ну это великолепно. Спасибо большое за мини-экскурсию. Спасибо вам. Сейчас будем подробнее все изучать. Спасибо. Что нужно людям для радости? Мария Принц и Марина Березневу в своем саду «Секрет сервиса Центральный парк» считают, что для радости надо совсем немного. Покататься на велосипеде, купить мороженое, погладить собаку. И в этот момент внешняя строгость отступает, и тебе улыбнется тот, кто сидит в крови. Но мы же знаем, что все глупости в мире делаются серьезными или выражениями лица. Этот сферический сад приглашает побывать в добром и таком родном мире нашего детства. В центре механическая сцена, которая полностью оживает, запускается механизм колесей. В ней можно кататься и рассматривать сад в ритме детских впечатлений. Они мелькают и освещаются лучами солнца. Наивный городской антураж, спрятанный в небрежных зарослях. Где-то есть даже детские секретики. Целая вселенная в спичечном коробке. Все мы родом из детства. И когда-то в детстве деревья были большими. Именно так считают создатели этого сада. Здесь очень интересно бродить и по его заборкам. Растения и небрежные, знакомые нам по нашему детству. Белые козлы, посборники, эхиноцей, кузунки, курины, кровохлебки, гортензии. Много-много. 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 Садовник для садов и людей Сергея Калякина. Мы сегодня на фестивале «Сады и люди» катаемся на карусели, которую придумала Марина Принцева и Марина Герезнева.